Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, публицист Александр Гильманов У нас в студии, добрый день Здравствуйте Много событий произошло и политических, и околополитических Но одно решение конституционного суда по школам нацменьшин Чего стоит И буквально на днях Наш сегодняшний гость опубликовал, на мой взгляд, очень интересную Статью в газете Сегодня, по существу, о судьбе Или роли и месте Национальных меньшинств в Латвии Мы сейчас об этом тоже поговорим Но сначала, может быть, по горячим следам Об этом решении конституционного суда Мнения вот экспертов Из этого ряда самих нацменьшинств Они как бы разделились Одни говорят о том, ну а что вы хотели Это было ожидаемо Вторые говорят о том, что ну нет, мы все-таки надеялись Что там, не знаю, есть фундаментальные европейские права Конституционный суд не может их не учитывать И так далее Вот я знаю, что ты всегда как-то так Вот с помощью холодного рассудка Все это оцениваешь Вот что касается вот этого решения конституционного суда И тут подход, я думаю, такой Надеялись те, кто мыслят юридически Ни на что не надеялись те, кто мыслят политически Потому что насколько я... Ты мыслишь политически Я ни на что не надеялся Потому что надо читать высказывания судей конституционного суда Еще до рассмотрения дела Дело по другому вопросу Тут идет интервью с этой Инна Таземила Она председатель суда Она председатель суда И она говорит, что то, что вот она приехала из Европы Она такая гордая И тут включает телевизор, а там передача на русском языке Но это же ужасно, она говорит Это же нарушение ядра конституции Конституционного суда Говорит, что есть некое ядро конституции Которое на самом деле в конституции вовсе нет Что мы хотим, чтобы она принимала какие-то правовые решения И это... Поэтому я, например, не лелеял никаких иллюзий Хотя я уверен, что сам иск, который составил Алексей Димитров Это действительно светило юридической науке Он был составлен очень корректно И он опирался в первую очередь на решение предыдущего конституционного суда Который был по предыдущей реформе Который в целом реформу одобрил Он сделал значительные оговорки В том числе Очень важную с точки зрения конституционного права оговорку Что невозможен одинаковый подход к людям при разных исходных данных И из решения этого суда было понятно Что вот это соотношение 60 на 40 это навсегда Потому что разные исходные данные остаются Значит, в конституционном праве прецедентны очень важны И тут в основной упор, как я понимаю, должен был быть на то решение Но этот новый суд значительно более националистический и радикальный Он ни на что это не посмотрел Была политическая задача пропихнуть реформу Ведь характерно, что министерство не имело никакого запасного варианта Спрашивали у Шуплинской А что вы будете делать, если реформу отменят? Она усмехалась Ну как это? Как это наш советский, ну не советский, а антисоветский суд Возьмет и отменит нашу антисоветскую реформу Ну что? Ну что? Да-да-да То есть она даже мысли такой не допустила Она мысли такой у нее не была Она оказалась права Но вот здесь важно подчеркнуть, что все-таки это решение Конституционного суда касалось муниципальных школ Я так понимаю, что впереди еще рассмотрение по частным учебным заведениям Там может быть чуть-чуть другой вариант Может быть чуть-чуть другой вариант Будем ждать Я не хочу делать негативных и тем более позитивных прогнозов Подождем Но частные школы ситуацию не разрешат Потому что они касаются крайне небольшого числа учеников И никогда не будет много учеников И в любом случае, даже если частным школам разрешат То это все равно дискриминация То есть человек за то, на что у него есть право И к чему есть реальная возможность Ничего нового создавать не предлагается И потребность есть Да, и потребность есть, и все Он должен платить деньги Почему? Ну вот Но это все ведь надо смотреть в общем контексте Всего того сумасшествия Что сегодня происходит в стране То есть идет война Идет война, не объявленная против определенного политического направления И такого не было ни три года назад, ни пять лет назад То есть ситуация на самом деле ухудшается Ситуация ухудшается и быстро ухудшается И так по всем фронтам идет наступление Вот что творится сейчас с Рижской думы Это же совершенно сумасшедший дом А что творится? Вот на твой взгляд Я почему спрашиваю? Потому что все-таки ты не представляешь согласия Да, я не представляю согласия Я крайне третически отношусь к согласию Если ты мне позволишь Я даже и сегодня буду его ругать Да, пожалуйста Слава Богу Но в данной ситуации У нас пока можно Можно, слава Богу Но в принципе виноват всегда более сильный То есть согласие виноваты в чем-то Что оно очень неправильно делает в думе Может потом про это говорить Но ту войну, которую государство развязало Против согласия по всем фронтам В том числе и этот институционный суд Она совершенно не беспрецедентная Меня больше всего То есть ты не считаешь, что это цепочка каких-то случайностей? Нет Конечно же нет Меня больше всего поразил случай Который имеет самое маленькое, так сказать, последствие Этот обыск в аэропорту Элснинша и Бараника Вот можем ли мы себе представить Что прилетает, ну, какая-то конференция в Москве На которую поехал, скажем, мэр Гамбурга И вице-мэр Берлина А правительство Германии Они, скажем, левое, а правительство Германии правое Что часто бывает Что часто бывает И при этом, значит, местная немецкая КТБ Я даже не знаю, как в Германии оно называется При прилете в аэропорт Оно делает Служба защиты Конституции Служба защиты Конституции Обыскивает мэра одного города и вице-мэра другого И том, обыскивает так, полноценно Да, полноценно Ну, вот такое мы можем себе представить А в Латвии это в порядке вещей Потому что есть внутреннее убеждение Что эти люди враги И что с ними надо вести себя как с врагами И то же самое мы видим Хоть они там с паспортом Горзонина Латвии Да, не только с паспортом Они избраны гражданами Латвии На высокую должность В чем задача? В этом зале, где обыскивают Много народу Люди прилетают Они все-таки И Элснинч и Бараник известны Их люди в лицо знают То есть это такое публичное унижение Да При всем честном народе берут и унижают Ведь все равно ничего найти у них невозможно Но не везут они с собой шпионские материалы И уголовного дела никакого нет И все Просто вот есть такая возможность Взять и унизить уважаемых людей И это осознанная тактика Это война Такая своеобразная война С той части общества Которая вам не нравится И которой можно воевать То же самое с этим решением Затрыть Дегловский мост Конечно, все, что делается В эксплуатации этого моста ужасно Что два года ремонтируют Не заметили, что в плохом состоянии опоры Но это мост Собственность Рижской думы Она за этот мост отвечает Если с мостом что-то случится Виновата Рижская дума В Рижской думе есть строительное управа Которая отвечает за качество работы Которая сказала, что эксплуатировать Она сказала, что можно эксплуатировать Они профессионалы Они тоже не хотят в тюрьму Да Совсем не хотят Но самый главный человек это мент Министр внутренних дел сказал Нет, нельзя Я так думаю, что нельзя И закрыл А кто за это отвечает? А за это отвечает, конечно Рижская дума Потому что в городе пробки Безобразие, да? Так это же виновата Рижская дума Конечно Виновата Рижская дума Причем Затрыл Я тут Ну Были Сообщения СМИ Что затрыл для пешеходов Велосипедистов тоже То есть Потом якобы разрешили им Да Потом как-то Как-то в следующих сообщениях Получилось, что разрешили То есть, видимо, исправили эту дурость То есть, вчера ездили фуры И ничего С таким же успехом, в принципе, полиция имеет право Они могут перекрыть все мосты Ну, вообще Да, да, да И скажут Ну, так крышский дом обращайтесь Да, да, да И вот это Ну, вот такого раньше не было Такого полного Ну, ощущения Правового нигилизма Да, да Это правовой нигилизм То есть, даже не нигилизм Оснащение к людям, как к врагам Я вот все думаю Откуда это началось Мне кажется Причина этому События на Украине Потому что Вот Ведь ситуация, которая возникла В Донбассе Она далеко не первая И не последняя В мире То есть Очень часто В какой-то стране Какая-то территория Отделяются Сепаратисты Устанавливают свою власть И можем ли мы представить Например, что Молдавская армия Отстреливает Тирасполь Да, столицу Приднестровья Или что Греческая армия Отстреливает Турецкий Кипр Нет Потому что там Ну, люди Да, мы не признаем Да, это нарушение Международного права Да, мы будем добиваться Воссоединения А тут это самое На Украине Все очень просто Берем из дальнобойной Артиллерии И стреляем по своим гражданам Которые живут в Донецке Так если вот Я думаю Что вот это Именно пример Если наши Смотрят Хо Они там убивают Этих вражин А мы что Не можем их заставить В пробках постоять Не так уж Это самое Не так уж страшно Зачем они голосовали За своего Нехорошего человека Ушакова Сами виноваты Сами виноваты Больше не будут голосовать Да мы им покажем Что так голосовать Неправильно И что мы их должны И это конечно Психология ужасная И вот она проявляется Во всем Вот скажем Все эти дебаты Насчет памятника Освободителям Передали Одну петицию передали Вторую не передали Ничем это не обосновали Почему не передали Петицию Которая собрала Больше голосов Я во всяком случае Мотивировки не видел Но важнейший же вопрос Не в том Можно сносить Или нельзя Сносить памятник Потому что Это спорный вопрос Министерство Иностранных дел Слава Богу Считает что нельзя Другие говорят Что договор Можно трактовать Иначе И можно А какое ваше дело Самый главный вопрос Памятник Собственность Рижской думы Он стоит денег И он принадлежит Рижской думе Рижская дума Его содержит На деньги На деньги На деньги На деньги И Рижская дума Должна принять решение Что с этим памятником делать То есть это вообще Не в компетенции Сейма и государства То есть конечно Можно пойти Сложным путем Заставить Рижскую думу Передать этот памятник Государству И так далее Но никто так даже Не мыслит Все уверены Что они Вот у них Полное право И никакими Полномочиями Местная власть Не обсуждает Я помню Это было То ли в 97 То ли в 98 Году Рижская дума Хотела снести памятник И рассматривался Может это была Политическая ситуация Соответственно Была политическая Нет Там Насколько я помню Политическая Была жуткая Националистическая Дума Избранная в 94 Году И они хотели Снести памятник Но не успели Избрали новую Думу Значительно более Миролюбивую В ту Думу Под конец Я пришел И там была Очень действительно Доброжелательная Обстановка Хотя Там Мэром был Под конец И Арголис Представитель Националистической Партии Нет Народ настал потом В тот момент Он был ДННЛ Вису Латвии Не было ТБ ДННЛ Но Решение Принявала Вот та Дума И националисты Говорили Надо снести Потому что Это они предложили Другие говорили Не надо Были дебаты Я хорошо помню По телевизору смотрел Но это действительно Был вопрос Компетенции Думы Сегодня вопрос Решает та институция Компетенции Которые Нельзя решать Этот вопрос А об этом Никто не думает Мне такое ощущение Что в принципе Видимо Те кто сейчас Находятся у власти В стране Решили Что Рижская Дума Как самоправление Это особое самоправление Права Которые мы можем В принципе Не соблюдать Ну вот Условно говоря Цессерская Дума Это другое дело Или там Не знаю Даже Гаркл Но мы же видим По случаю Сэлсничем Туда уже В Пилской Думе Тоже Ну да Правда Еще пока До ее распуска Не дошло Я так понимаю Что Если бы Еще Скажем так ТБ Веселат Руководили Министерство среды Регионального развития Может быть до распуска Дело бы и дошло Рижской Думы Я скажу Если мы говорим Вот эту историю С отстранением Ушакова Возвращаемся Чуть-чуть назад То я думаю Что для распуска Рижской Думы Основание можно найти Потому что Ну хотя бы Это ситуация с мостом Но это безобразие Два года Чинят мост И вдруг Ах Он оказывается Чинят верхнюю поверхность Моста Оказывается Он разваливается Но это конечно Очень некачественное Исполнение Этих обязанностей История Среда сатексма Это конечно Вина Не только Чиновников Вороватых Но это вина политиков В 13-м году Была опубликована Статья Согласно которой Ну закопался Илья Козырев Согласно которой София покупает За 560 По-моему Тысяч Троллейбусы А Рига Почти точно Такие же троллейбусы С небольшими наворотами За 808 тысяч Ну из этого Уже было понятно Что Разница Значительной частью Идет на откат Ну это Никто не обратил Внимания Все шло Вот это Ну это тоже конечно Все ужасно Но закон составлен Довольно разумно И довольно Ну так Сложно То есть он защищает Думу От Роспуска Чисто политического Чисто политического Да Что там надо Ну Повторные нарушения Закона Да Повторные нарушения То есть если бы После ареста Руководителей Рига Сатексме Начали бы процедуру Она бы заняла бы Полгода где-то Но тогда по крайней мере Управление в Риге Изменилось бы То есть пришли Скорее всего пришли То есть были бы Наказаны люди Которые коллегиально Ну плохо управляют Дородом Думское большинство И либо народ Несмотря на это Избрал бы таких же Ну тогда народ Сам виноват Пеняйте на себя Либо избрал бы других И они исправили бы Ну мы же доказываемся Кого бы они избрали И они бы исправили Да Ну хорошо Может памятников Тоже больше не было Да Памятников тоже не было Но дело в том Что отстранить Ушакова Это вообще не решает Никаких проблем Потому что Из тысяч обязанностей Ушакова Придрались Той который имеет 780 значение По этому самому Что он держатель капитала Ну ребята Ну в Риде В Латвии 119 самоуправлений Все самоуправления Имеют какие-то предприятия В унитарной Муниципальной собственности И во всех случаях Мэр Держатель акций Или вице-мэр Как в Риде Мэр и вице-мэр То есть таких случаев Десятки тысяч Что кто-то держатель акций И что Вы всех проверили И никто не допустил Таких нарушений Как допустил Ушакова В Голоде Который относительно Недалеко от Риги Даже уже дважды Судимый Это да Это не Но он же не Не в рабочей Он из правой партии Да Это с одной стороны Но он же не В рабочее время совершал То есть это не связано С его профессиональными обязанностями Что можно Можно продолжать Это не имеет значения Это не имеет Принципиально Это так По мелочи После работы Это все после работы На отдыхе На отдыхе Он там Кого-то побил По-моему Да Ну ничего страшного А тут Вот это Сам И взять Выбрать Именно Ушакова Из-за этих мелочей Ведь о чем там речь Он значит Проводил Собрание Учредителей Собрание учредителей Он проводил Сам собой Потому что Он держатель Всех 100% Акций То есть Берется закон Который придуман Для коммерческого Общества Где акционеры Люди с разными интересами Между ними Можут возникнуть конфликты И значит Ну поэтому Собрание Как проводить Собрание этих людей Очень важно Отрегулировать Да А тут тогда человек Сам собой проводит И так Ой ужасно Тихо Сам собой Я веду беседу Он сам собой Неправильно провел беседу И за это мы берем Его устранять Но все равно Он же Все же понимают Что все равно Руководит Ричтой думы Понятно Но у меня такое ощущение Что если бы у мэра Если бы мэр был не Ушаков И не из этой партии Может быть его бы никто не отставил Конечно Вот в чем беда Да Конечно Государство воюет С Ричтой думой Потому что Ричская дума Управляется Враждебной партией Так что Кедауров-Пилская Вот она управляется Враждебной партией И вот это Но с другой стороны Вот то что я хотел сказать Да Ну согласие тоже Очень большие претензии Должны быть Потому что Это совершенно не тот Метод управления Который был Вот тогда Я говорил При Арголисе Или при следующем Мэре Гунтерсе Бойерсе Да То есть действительно В этой думе Никто никого не слушает То есть нет Ричской думы Вот мы говорим Ричская дума Ричской думы Нету Есть какая-то Совокупность чиновников Которые выполняют Распоряжения Никакого обсуждения Законопроектов Обдумывания Лучше так Или лучше эдак Оно не происходит Есть только машинное Голосование И конечно Это депутатов Оппозиции Они В этой думе В таком же Беспомощном состоянии Находятся Вот эти депутаты Оппозиции Как Сама Ричская дума В отношении Дедловского моста Да Абсолютно Они ничего не могут И фактически Идет месть Видимо Со стороны Идет месть Которые Обучили к власти В стране А в думе Они в оппозиции Да Но я говорю Что я вот этих Думских депутатов Могу понять Ведь например Вот такая вещь Которая Которая при нас Совершенно и близко Не было Что каждый депутат Позиции В трех-четырех Местах Является Консультантом Членом правления То есть Получает пять зарплат И вот сидит Молодой Толковый Депутат Оппозиционер Он же видит Он с ним разговаривает Он видит Что этот человек Ничего не понимает И тот получает Пять зарплат Ну вот это ж Ну никто не может Это самое Такое спокойно Воспринять И от этого идет Вот эта мстительность Конечно Что часть оппозиционеров Тоже уже пристроены Правда в министерствах Ну это не Дума Их пристроило Нет Это понятно Конечно Это государство Их пристроило То есть Это общая система К сожалению Да Но сама эта система Она не стимулирует Депутатов Конструктивной работы Вот я помню Мы же сидим На здании комитета Мы обсуждаем Кто что у меня и скажет То решение принимается Нормальная дискуссия Людей Которые заинтересованы Ты сейчас говоришь Очень важную вещь Сказал Ну по существу Мы возвращаемся к тому Что кто бы как ни ругал Вот эти 90-е годы Или начало 2000-х Тогда все-таки Как мы констатируем Демократии было больше Намного больше Сейчас же Всеми происходит то же самое Ты там откуда? Ты от оппозиции? До свидания Да Вот сейчас допустим Зеленые крестьяне Оказали всеми в оппозиции И мы видим 100% Все их предложения Выкидываются в корзину Так же как они выкидывали Предложения оппозиции Когда были премьерской партией Ну вот такая традиция Насколько я понимаю Все имя раньше было так плохо Да Все имя Я помню Вот опять Быть на с моим депутатом Думы Мы воевали Ну вот Предшественниками этого Что с инсультантами Депутатов можно было делать Уполномоченными Да Было тогда Я с этим воевал Им же тоже это невыгодно Да что Да как с ними говорить Ну вот Устроили мне встречу С Лагзинчем Или Лагзинчем Я уже не помню Лагзинчем 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 Тут вот тоже Я не хочу злорадствовать Да чтобы это не воспринималось Как критика Ну так сказать Слабого Что у кого-то проблема А ты радуешься Да я радуюсь Но если мы все-таки Рассуждаем объективно Сама по себе Стратегия согласия На приход к власти На лояльность Она потерпела полное фиаско Потому что выяснилось Что за все это никак Все это никак не вознаграждается Нет Абсолютно И вот Это действительно Серьезное политическое изменение И мне жалко Немножко этих людей Которые все время говорили Мы все время Над ними смеялись Но вас раз побили Оттолкнули второй Раз побили А потом третий На что вы рассчитываете Мы говорили Что они это делают Для того Чтобы собрать Больше голосов на выборах Потому что людям нравится Голосовать за будущее Но сегодня Это действительно Вот когда Приходят и обыскивают Этого Росликова Что нельзя иначе Как-то решить вопрос Потом выяснять Что он всего лишь свидетель Свидетель этот нет Это очень известная хитрость У меня же есть опыт Уголовного дела Это он сначала свидетель Он сначала Тебя вызывают И говорят Так мы расследуем Уголовное дело По такому-то вопросу А вы свидетель Вызвали в качестве свидетеля Скажите Это вы писали Только мы предупреждаем Что за ложную информацию Вам уголовная статья Еще одна будет Да Я говорю Да это я писал О все очень хорошо Вы уже не свидетель Вы уже подозреваемый Теперь Большое спасибо Большое спасибо Теперь вы можете Говорить все что вы хотите Да Вы уже подозреваемый Адвокат У вас кстати есть А вам не понадобится Да Но тоже самое Ситуация Я думаю Будет с Росликовым То есть у них Есть информация Что вот То что ему Инкриминирует Делал Росликов И они Для начала Его Значит Свидетеля А потом Расслабился Не то чтобы Расслабился Чтобы он не имел Права отрицать Если он начнет Отрицать А они докажут Это уже две статьи Поэтому Потому что свидетель Не имеет права Давать ложные показания А если бы он Был бы сразу Подозреваем Вообще ничего Говорить не буду Да Имеет право Да Поэтому это такой Ментовский Этот самый подход Который Достаточно Известен Известен Да Поэтому я думаю Что с Росликова Тоже будут Серьезным приятным Другое дело Если состав преступления Вот это Да Вот Все-таки Вот из того Из всего Что ты сказал Ничего конечно Тут радостного нет Но Вот Что дальше Потому что Ведь было Такое мнение Что ну вот Закончатся Эти Семерские выборы Те кто Должны были Получить власть Вот как мы видим Ее получат И ситуация Успокоится Никто не хочет Экскалировать Обстановку В стране Я по-моему Уже у тебя Говорил Что Чтобы заблуждение Да Чтобы заблуждение Это вообще Не моя идея Это любимая идея Владимира Лендерману Он всегда говорит Не надо Все сводить К выборам Выборы Случаются часто Но они принципиально Ничего Они меняют Не так много Это настрой И вот то Что я говорил В начале Ну Ссылки на Украину Это настрой А настроен Все больше становится Такой Есть враг И наше дело Правое Враг должен быть Уничтожен Вот врага Надо уничтожить То есть Надо Снизить до нуля Политическое влияние Русскоязычной общины А политическое влияние Русскоязычной общины Оно сегодня Реализуется Через партию Согласия То есть партия Согласия Должна быть уничтожена И я не думаю Ну конечно Есть идея Что надо оторвать Согласистов Латышские голоса И так далее Но эта идея Не превалирует Превалирует Просто она должна Быть уничтожена А вот Параллель с Украиной Тут в том Что Оказывается Можно Делать это Очень жестоко И тебе за это Ничего не будет Ну раз Это самое Раз Можно там Так почему бы Нам не сделать здесь Ну вот Так что Ничего хорошего Я не жду Ну Не для Аришской думы Ну скажем Да Уже в Пелсе Ну как вы не крутите А все равно У власти будет Какая-то партия Которая опирается На русские голоса Если там их 85% Но будут душить Так или это Или иначе Ну Ну Ничего хорошего Из этого не выйдет Да Вот Все равно Не могу не спросить Что касается Самих национальных Меньшинств Ну вот Есть же такое мнение Что вот Несмотря на то Что там Вот те Кто сейчас Все это делают Они ненавидят Согласие Мы этого понимаем Да Значит Ну мы понимаем Что русский Союз Латвии Они наверное Еще больше ненавидят Просто он еще Не столь влиятельный Да Так сказать Но Что касается Самих Не знаю Там представители Национальных Меньшинств Или избирателей Кто-то же говорит Может быть Злорадные Нет Говорят Ну слушайте Ну вот уже Ушакова уволили Как бы кто к нему Не относился Взяли от страны Не тот мэр Да Так сказать Не вышел Да Так сказать Называется Физиономия К примеру Да Потом Мы видим Что происходит С другими депутатами Режиссерской думы С этим 78-летним Депутатом Врачом Севастьяновым Да И так далее Но это Не будем уходить Нюансы Теперь уже Мост закрыли Завтра скажут Еще два моста Закроем В памятник Несем А избиратели Скажут Ну ладно Ну что делать Ну вот так Ну а что Что Нет Я просто Что ты предлагаешь Нет Может быть и сами Избиратели готовы К такому развитию Я к этому веду Да Что они как бы Подсознательно понимают Что да Вот такая сейчас Власть И мы должны Ну как бы Ну такого конечно Стремления Резко начинать бороться У русскоязычных Латвийцев нету Но мне кажется Вот опять таки Я говорю Что философия Согласия Которая Глубоко Проникла Она и вызывает Такую пораженческую Настроение Это одно с другим Связано Поэтому Тут Я думаю Чем Определенная Радикализация Ведь все таки Происходит Ну я не знаю Опять таки Мне неудобно Хвастаться И то и другое Мелочи Но русский союз Латвии на последних Выборах набрал Больше голосов Чем на вред последних Определенный Переток От согласия К более резким Действиям есть Я не знаю Способен ли русский Союз Латвии Я не буду тут Хвастаться Что перенять Полностью всю эту Массу голосов И как-то реализовывать Эти другие интересы Я не знаю Было бы хорошо Но А смысл? Нет Я сейчас не говорю по-русски Смысл? Я понимаю Понятно Если совсем цинично Подходить Не важно Кому я симпатизирую Или вообще Кому я симпатизирую Ну хорошо Будет больше не согласия Будет называться Русский союз Латвии Латвийский союз русских Ну ладно Не важно Теперь у вас Столько же голосов Или примерно А что собственно говоря Изменится? Нет Так Опять-таки Риторика? Общефилософски Да Общефилософски Надо Настраиваться заранее Что ты будешь Работать в оппозиции Вот мне кажется Существенная ошибка Было стремление К власти Во-первых В стране Но даже К власти В Риге Ну это же нормальные Политики Должны стремиться К власти Большинство Большинство Очень не нравится Когда меньшинство Власти Это понятно Большинство чувствует Опять-таки Мой Этот самый Мой анализ Ситуации на Украине Потому что Чем хороша Украина? Тем что там Все это выпущено Ну туда Вот партия Представляющая Юг И восток Украины Это Ну она называлась Партией регионов Но назови как хочешь То есть Это партия Которая выдвигала Януковича Она была категоричной Фактически неприемлема На Западной Украине И когда Все-таки Через машину голосования Удалось Лидерство Провернуть То Жители Западной Украины Чувствовали себя В оккупации И поэтому Была такая ненависть Поэтому был Майдан И когда после Майдана Уже Восток стал Ну в оппозиции И когда Восток отделился То к Востоку Стали относиться Как к врагам Которых можно убивать То есть Само по себе Пребывание Меньшинств Когда Меньшинство Объединяется С турмпированной Частью большинства И они вместе Завоевывают власть То вот то Меньшинство Которое остается Часть Часть большинства Которая осталась Не у власти Она становится Очень Становится Очень злым И оно готово Это было бы Абсолютно ничем Поддержало Венутой Латвия Латвия У нас время Быстро Подошел к концу Будем еще вас приглашать Ну может быть Получился разговор Совсем не оптимистический Но Ситуация обязывает Александр Гильма У нас был в студии И большое спасибо До свидания